Медлить больше не станут. Киев не получит следующий транш от МВФ без пенсионной реформы. Так заявил в Вашингтоне министр финансов Украины. А это значит, изменения, которые вызывают столько споров, должны принять. Без них денег от МВФ можно не ждать. Все детали знает мой коллега Дмитрий Анопченко, который следит за ситуацией и штаб-квартиры фонда, где сейчас проходит весенний саммит. Сотни делегатов, министры, главы центральных банков, чиновники, отвечающие за экономику. В Вашингтоне в самом разгаре весенний саммит МВФ и Мирового банка. Одно из двух самых крупных мероприятий года, когда первые лица разных стран сверяют часы, что происходит в мировой экономике и что во взаимоотношениях их стран с Международным валютным фондом. Здесь сейчас и украинская делегация. Несмотря на заявление об отставке, приехала глава НБУ Валерия Гондрева. Есть и министр финансов Александр Данилюк. Вот именно ему и принадлежит цитата, которую сегодня приводит пресса, выступая в Хадсон Институт. Он сказал, что для получения нового транша есть несколько обязательных условий и без проведения пенсионной реформы транша просто не будет. Остальные ключевые условия министр назвал в интервью CNN. Следующий приоритет Украины – имплементация долгожданного пакета реформ, которого страна избегала последние 25 лет. Это пенсионная реформа, земельная реформа и приватизация. Изменить систему начисления пенсии – это то, чего фонд стандартно требует от стран с проблемной экономикой. Глава МВФ Кристин Лагард на сегодняшней пресс-конференции Украину не упоминала, но, говоря, к примеру, о Греции, перечислила все те же требования. Фискальная реформа, пенсионная реформа – это стандартный рецепт от МВФ. Но для украинцев принципиально не только и не столько сама реформа, сколько ответ на вопрос, а вот предполагает ли она повышение пенсионного возраста. И такое ощущение, что среди украинских чиновников общего мнения в принципе нет. Ну вот судите сами. Только накануне, выступая на Кабмине, министр социальной политики сказал, что реформа практически готова и даже на 99% согласована с Международным валютным фондом. Остается буквально 1% согласовать. Сегодня пресса на ходу перехватила вице-премьера Павла Розенко, профильного вице-премьера. Так вот он буквально удивил, сказал, я процитирую, никто из членов Кабмина этот проект в глаза еще не видел, и что реформа только разрабатывается, идут дискуссии, в том числе и с МВФ, и очень непростые. Чтобы разобраться, я задал сегодня этот вопрос здесь, в штаб-квартире Международного валютного фонда. В фонде пообещали, что на него завтра ответит глава Европейского департамента МВФ, который курирует в том числе и Украину. С ним будет возможность поговорить. Ну а пока адресовали к официальному документу, который фонд распространил после выделения прошлого транша. Вот он. Ссылаясь на мнение Совета директоров, фонд впервые за последнее время использовал очень четкую формулировку своих требований. Все детали мы сможем выяснить уже завтра напрямую у чиновников фонда. Напомню, будет возможность поговорить с главой Европейского департамента МВФ, потому что украинские чиновники, которые прибыли сюда, в Вашингтон, общения с украинской прессой пока что избегают. С весеннего саммита МВФ и Всемирного банка, Вашингтон, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.